ну давайте друзья все по порядку в общем как вы видите мой малинник практически закончен у меня нету только длинного вот это вот бамбуковой палки или хотя бы двух из которых можно было связать в общем то что у меня там осталось она не как между двух вот этих вот зеленых палок она никак не лазит я пересадил всю свою малину да у меня здесь несколько кустиков было но вот этот вот он живой с длинной корневой системой вот этот вот маленький он живой тот с листиками уже тот с листиками короче вот этот все как говорится моё и скорее всего здесь разные сорта вот эти вот два сорта я их подкупал теперь точно знаю какой мне сорт они конечно тоже разные вот одна из них который плодоносит два раза в год летом и до осени только нужно обрезать это один раз плода носит все остальное попытался рассадить и в общем знаете с чем столкнулся с какими трудностями в общем смотрите говорят что малина это сорняки и которые корни расползается в разные стороны и из корней появляется новые побеги и потом они в общем отрастает новую ветви с корней из этих побегов да там спящие почки располагается в принципе вот то что я здесь рассаживал до несколько кустиков особенно вот тот как 3 до у него длинный корень вот я его в общем посадил корень расположил горизонтально немножко только прикопав где точно такие же были корни я точно тоже самое поступил а вот растение которые из питомника вот эти вот два там проблема дело в том что они выращивают таких высоких ну кто увидел знает наверно да в высоких горшочках в этом горшке находится земляной субстрат в котором присутствует очень много вот этого кокоса там очень много корней которые пронизали весь этот кокос и освободить корни кокоса чтобы их расположить горизонтально до невозможно и где-то даже здесь из моих которые пересаживал точно такие точно такая же была корневая система и тогда приходится закапывать на большую глубину чем это допустим вот в обычном практике это практикуется вот не знаю хорошо или нет дело в том что корни тогда они не расползается они находятся вот в этой вот части из этой части очень много будет расти побегов ну вот и не знаю хорошо это или плохо но столкнулся вот эту с этой ерундой как я говорил земля здесь плохая соответственно я готовил тоже такой земляной субстрат как вы может быть слышали я брал уголь из растений не хоть сколь и которые используют для гриля а именно растения которые были подвергнут термической обработки там 500 градусов они почернели вот стали как уголь легко рассыпчатый вот и для чего он нужен он дает черную землю да он способствует тому что вот этот вот уголь он как сказать он такой пористый и в этих порах как раз таки ну приживается все микроорганизмы и также этот уголь он может накапливать как влагу так и питательные вещества перед тем как его внести сюда я его зарядил я его заливал шестью литрами жидкого удобрения брал я в том вас филлипсе я вносил туда где-то около двух килограммов первичной каменной муки ульги штайн мель я внес туда немножко доломитовой муки чтобы выронить ph я вносил туда солому я вносил туда кокос стружки все это конечно все это было заряжено внес землю все это перемешал и высыпал сюда немножко прирыхлил потом посадил то что мне нужно было посадить посыпал сверху еще немножко землей разровнял и взял вот этот ринден мульч и все это замульчирован и сейчас она находится вот в таком состоянии то же самое то же самое только вот я сейчас уже внес потому что я столкнул сталкиваюсь тем что подземно в под землей вот этот вот глина да она находится ниже 40 сантиметров приблизительно начинается 35 40 сантиметров начинается вот такая комковая глина и она образуется вот такие вот плотные комочки очень плотные их не разбить вот и и здесь много я вчера немножко делали поэтому чтобы все это рыхлилась я сейчас внес солому и опилки да сейчас начнется дождик и это немножко перемешается промокнет я думаю что разобьет комки это будет хорошо также стоит настаивается у меня земля этими шестью литрами это пойдет сюда и под будущие посадки я думаю что еще пару кустиков наверное мы можем посадим это вот то что я сейчас делал давайте посмотрим что у нас по цветочкам есть у нас те которым мы покупали нарцисс они уже открылись красота вот очень много повылазило всяких разных тюльпанов разные тюльпаны как я говорил вот мы купили но здесь оказывается очень достаточно всяких разных и нарциссов и тюльпанов очень много вот появились какие-то фиолетовые цветочки вот это вот непонятно только что это за трава такая в общем еще много нам не понятно ну после того как это все взойдет мы узнаем где какое растение вот и будем дальше решать оставлять нам не оставлять скорее всего немножко неправильно был высажен я смотрю что ну это жена с дочкой не пересаживали непонятно вот это что за куст здесь роз а кстати прежние хозяева настолько мичуринцы всякие разные садоводы любители в общем насажали здесь всего что вот смотрите до сих пор да и что-то растет что это такое это у нас кажется малина до вылезла а это это какое-то дерево прет непонятно вот и я все здесь удалял здесь очень много было всего лишнего но малина несмотря на то что она такая маленькая она живет я ее вот кое-где обрезал она живет в общем здесь была повышенная конкуренция такая что малина нифига не росла и и не прореживали еще и поэтому толку не было думаю что после вот таких вот превентивных мер что-то да будет у нас вот побеги вырастут что еще выселен у нас здесь чеснок кто-то ползал непонятно здесь я все перебрал как видите да у меня появилось много дополнительной плитки и здесь я тоже сделал грядки в этих грядках друзья в этих грядках у меня находится где-то вот часть кусок это горох дальше приблизительно такая большая часть наверно ну вот треть треть от той палки если отступить где-то вот на этом уровне отсюда и до палки это все фацелия да это все пошли сидераты там горох его тоже можно отнести как сидератом да здесь у меня фацелия а здесь у меня люпины это тоже сидераты тоже все это будет рыхлиться и проникать вглубь дальше здесь у меня пойдут голубой лен я все это выси тоже сидераты и дальше уже здесь в этой части я выси клевер клевер он неприхотливое такое растение ему как раз вот такая вот почва она подойдет потому что здесь очень-очень плохая почва если мы посмотрим на вот и копал вот это практически сплошная глина вот в общем смотрите друзья там в том месте там более менее у меня земля я проводил тест в общем брал землю и скатывал ее вот в такой вот шар да шар там хорошо образовывался видите это вот здесь был больше глины шар хорошо образовался потом я пытался сделать колбасу да колбаса у меня там не получалось она рассыпалась здесь же мы видим что спокойно можно из одной формы и шара переводить все это в колбасу и также можно обратно все это сделать в шар да вот это глина которая очень плотно она в ней очень много влаги ее надо рыхлить соответственно на эту землю нужно как-то облагораживать соответственно я буду все в этом году здесь будет все засеяно сидератами и все буду но улучшать здесь почву вот была у нас здесь как помните туи да мы всех убрали вот это то что я успел сделать соответственно по дыму выше немножко все мои дорожки чтобы было более-менее нормально ходить так что хочу еще показать обратите внимание на под деревьев везде вот здесь в этой части здесь что-то какая-то реакция пошла непонятно у меня сейчас руку помою от это вот так минутку в общем смотрите там где у меня мог мог вступил в реакцию его что-то начал убивать скорее всего это удобрение мы делали искореняющую обработку деревьев как видите мог на деревьях он тоже весь перегорел на покрылся такой коркой и спокойно отваливается отпадает вот я думаю что такой искореняющий подкормки будет достаточно чтобы убить первичные всякие разные бактерии эти пильцы грибки заболевания в общем заболевания и вредители я надеюсь и также допустим пресвольный круг там где в основном все эти вредители ночуют зимуют мы тоже все это обрабатывали соответственно мог он весь 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 вступил в реакцию и весь пожелтел то же самое я и проводил здесь обработку то же самое мы можем посмотреть и на моем большом деле в общем все деревья все они удали вот такую реакцию на все это пожелтело еще кое-где конечно все это живет но она уже в таком вот состоянии ну кое-где есть допустим зеленая но я думаю что мы смогли достичь определенных успехов в этом направлении здесь дырка и здесь скорее всего много всяких разных вредителей ночует но я думаю что все таки мы показали как говорится кузькину мать и частично они поумирали вот несмотря на то что в этом дереве у меня огромнейшее дупло да хоть сам там живи она живое появляется появляется листики это или плодушки я не знаю в общем не разбираюсь может быть плодушки может быть это листики но посмотрим если она не будет не плодоносить не не цвести но это по последний год последний год и на этом месте вот чуть чуть подальше наверно посадим инжир жена хотела посадим тут не знаю что это за дерево почки раскрывается уже все процессы уже пошли ну вот в принципе в принципе друзья и все конечно трава в таком у меня плачевном состоянии много приходится работать ходить соответственно трава страдает притаптывается нужно немножко разрыхлить землю вот если падет дождик я все разрыхлю и у меня есть в общем несколько пакетиков травы которые хочу использовать также опять я купил опилки вот в кауфландии я взял здесь 32 килограмма приблизительно вот и это намного дешевле чем в том же томас филлипсе а вот вот это да солому я никак посчитать не могу где дешевле получается что 30 литров 800 грамм приблизительно евро 20 стоит и знаю что есть 4 килограммовая большая пачка она что-то около наверно 12 что ли евро стоит вот если 4 килограмма все равно здесь брать дешевле евро 20 дешевле обходится вот ну немножко нужно поработать друзья на этом все всем пока увидимся